Итоги совместного проекта Казанского федерального университета и Минкульта. Мы подобного рода конкурсов проводим в последние годы достаточно много, потому что интерес студентов, общественности, вот наша отечественная история, к тюркской истории, татарской истории резко возрос. С расчетом на будущее представители ЮРФАК, Институты экономики и финансов КФУ обсудили комплайнс риски. Нашими гостями сегодня будут представители ПАО КАМАЗ, ПАО Нижнекамск, Невтехим и аудиторских компаний. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Министерство образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности вузов за февраль 2022 года. Рейтинг отражает показатели работы вузов со СМИ, официальным сайтом и социальными сетями. В десятку лучших вузов вошел Казанский федеральный университет. Прошел финал конкурса Тархана, в рамках которого победитель получит бюджетное место в Казанском федеральном университете. Как проходило интеллектуальное состязание, кто же занял первое место, узнаем в следующем сюжете. Я сегодня, как исполняющий обязанность директора, обещаю, что при поступлении в Казанский университет, если вы поступите, мы тоже найдем меры вашей поддержки. В Национальной библиотеке Республики Татарстан прошел финал и церемония награждения победителя в рамках конкурса Тархан. Данное мероприятие направлено на поддержание в памяти молодежи Татарстана истории тюркских народов. Мы подобного рода конкурсов проводим в последние годы достаточно много, потому что интерес студентов, общественности к нашей отечественной истории, к тюркской истории, татарской истории резко возрос. Ну и это связано и с столетием Татарстана, очевидно, да. Это один из этапов наших больших проектов. Инициатива была наша, Институтом международных отношений. Но и здесь я вот с большим удовольствием хочу сказать, что Министерство культуры, с которым у нас сложились очень хорошие отношения, добрососедские отношения, творческие, они прямо ухватились за этот проект. И во многом именно Министерство культуры, оно обеспечило финансовую сторону. Испытания были не из легких, ведь так знать историю, как наши участники, сможет не каждый. Например, в одном из заданий ребята должны были распознать настоящий исторический артефакт, лишь взглянув на него. Цель конкурса одна – это выявление талантливой молодежи. И чтобы лучшие из лучших поступали к нам. Ведь мы в основном формировали вот эту программу целевого обучения за счет тех предложений, которые формулировал Всемирный конгресс татар, Министерство образования. Ну а здесь мы вот проводим такой естественный отбор. По итогам конкурса стали известны именно четырех победителей. Абсолютным среди них стал Ильнур Амирханов, ученик восьмого класса школы номер два в селе Актаныш. Конечно же, я рад победе. Хочу поблагодарить тех, кто меня поддерживал. В первую очередь, моего преподавателя Амирханова Ильцафа Автаховича, который вел меня по этому пути. Планирую ли я будущее поступление в КФУ в Министерство международных отношений? Скорее всего, да. Как говорит сам Ильнур, любовь к истории привела ему его бабушка. Любовь к истории привела моя бабушка из материнской линии через Баиты, Ривояты и рассказы о деревне Искряжек, расположенной недалеко от Булгар, в Спасском районе, из которого она родом. Валерия Карташова, Фарид Закитоглы, Универньюз. 25 марта в Казанском федеральном университете пройдет 14-я серия научно-популярного проекта про науков КФУ под названием «Техно-ночь». В этот раз «ночь» в университете посвящена современным технологиям, искусственному интеллекту и нейросетям. «Техно-ночь» развернется во втором учебном корпусе по улице Кремлевска, 35-17-00 до 22-00. Представители юридического факультета Института экономики и финансов Казанского федерального университета обсудили комплайнс-риски. Изучение этой темы позволит магистрантам КФУ освоить новую образовательную программу. Подробности в нашем сюжете. 16 марта состоялся круглый стол на тему «Эффективное управление комплайнс-рисками на уровне хозяйствующего субъекта». Участниками собрания стали представители юридического факультета и Института экономики и финансов Казанского федерального университета. Цель нашего круглого стола – встретиться с представителями бизнеса и поговорить о функции комплайнс в работе хозяйствующего субъекта. Нашими гостями сегодня будут представители ПАО «КамАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и аудиторских компаний. Комплайнс-риски – это риски, которые возникают при несоблюдении организациями определенных законов, правил и стандартов. Ограничения устанавливают надзорные органы. Соответствие нормам в сфере комплайнса обычно касается вопросов экономики и юриспруденции. Также специфических областей, например, противодействие финансированию терроризма, мошенничеству и коррупции. Для того, чтобы минимизировать эти риски, и экономисты, и юристы находят такие точки соприкосновения, для того, чтобы, с одной стороны, обозначить, наверное, новый тренд в профессиональном обучении, потому что юрист будущего, он кто? Кризис-менеджер или он все-таки такой классический юрист, или это юрист цифровой экономики, вот с таким набором легал-тех, и, соответственно, мы должны понять, кого мы будем готовить на перспективу. Углубление в сферу комплайнса позволит юристам выйти на новый уровень образования. Круглый стол даст ответ на вопрос, кто же такой юрист будущего. А в 2022 году откроется новый образователь. Юристы не могут оставаться в стороне от функции комплайнс, и мы постепенно внедряем преподавание дисциплин, связанных с комплайнс, в наши образовательные программы. А с 2022 года мы открываем новую магистрскую программу антикоррупционная деятельность и комплайнс, куда с удовольствием ждем наших абитуриентов. Карина Бравцева, Александр Кузнецов, Универньюз. Какие произведения Боротынского хранятся в отделе рукописей редких книг Казанского университета? Смотрите в нашем следующем сюжете. Евгений Абрамович Боротынский, русский поэт, один из самых ярких, загадочных и в то же время недооцененных фигур русской литературы XIX века. Известный русский поэт Золотого века родился в дворянской семье. Отец его был помещик, отставной генерал-лейтенант. В детстве Боротынский учился в частом немецком пансионе в Петербурге, а в 12 лет его отдали в Пажевский корпус. Однако шалости и отказ подчиняться порядкам корпуса привели к тому, что через два года он был оттуда исключен с запретом поступать на военную службу, кроме как рядовым. После этого несколько лет юноша жил в поместье родных, где и начал писать стихи. В 1820 году Боротынский получил офицерский чин и был переведен в полк своего родственника. В 1826 году из-за болезни матери Боротынский вышел в отставку и поселился в Москве, женившись на Анастасии Энгельгард. В 1931 году поэт приезжает в Казань. Поначалу город не произвел абсолютно никакого впечатления на Боротынского. Свой приезд сюда он воспринял как изгнание. На самом же деле приезд был связан с необходимостью устраивать хозяйственные дела в старинном поместье Каймары, которое находилось под Казанью. Поэт принимал участие в литературной жизни Казани, посещал литературный салон фуксов, читал там свои произведения. В Казани и Каймарах Боротынский написал лучшие свои произведения. Например, «Где сладкий шепот?» поэт рисует природу Каймар ранней зимой, а также произведения Александре Андреевне Фукс. Второй раз в Боротынске приезжал в 1833 году. Здесь произошла его встреча с Пушкиным, приехавшим в Казань для сбора материала о восстании Емельяна Пугачева. Немало сведений хранит и отдел рукописей и редких книг Казанского университета. Например, здесь хранятся два его сборника. Два сборника стихотворения Евгения Боротынского, которые были выпущены в Казани в 1900 и в 1901 году. Жизнь потомков поэта Боротынского была связана и с Императорским Казанским университетом. В церкви университета в 1864 году венчались сын поэта Николай Боротынский и дочь профессора востоковедения Казэм Беке. Евгений Абрамович был искренним и страстным искателем истины. Его творчество отличается глубиной философской мысли и совершенством художественной формы. 29 июня 1844 году Евгений Боротынский умер. Официальной причиной смерти назван разрыв сердца. Так, в августе 1845 года тело поэта вернулось на родину, в Санкт-Петербург. Русского поэта предали земле на Новолазаревском кладбище на территории монастыря Александра Невского. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok